добрый день дорогие друзья добрый день пользователи канала сегодня воскресенье 22 января 23 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня мне хотелось бы откликнуться на ваши пожелания и побеседовать на тему переговоров украинского правительства и компании black rock на полях доводского экономического форума который завершил свою работу на уходящей неделе я думаю что эта тема должна быть интересна в одинаковой степени всем нашим собеседникам вне зависимости от того на каких континентах они проживают и так с самого начала я хотела бы не прояснить ситуацию потому что позиции стороны резко различались как мы знаем благодаря инфослужбам украины я хотел подчеркнуть это инфослужбы они свободные прессы потому что как вы знаете свободная пресса запрещена мы знаем от инфослужб украины о том что президент зеленский торопил своих министров добиться конкретики от black rock конкретики в плане инвестиций и в то же время мы знаем от журналистов которые были приглашены на форум не от тех которые страдали на улице на морозе не те которые были приглашены описали достаточно точно позицию генерального директора босса black rock лари финка он говорил о том что его компания готова и я цитирую наводнить украину инвестициями при условии завершения войны он поставил это главным условием что не мудрено поскольку он инвестор он не вкладывает свои личные средства то есть это средство тех кто доверил ему свою очередь свои капиталы поэтому естественно он несет ответственность и он очень четко сформулировал то что компания black rock занимается консультациями то что они занимаются постоянно адаптации планов они занимаются составлением оценочных мероприятий оценочных планов в настоящий момент 750 миллиардов необходимо для того чтобы восстановить то что было разрушено включая инфраструктуры но это не следует путать с другой суммы 350 миллиардов это то что огласил всемирный банк они считают что именно такая сумма нужна украине в настоящий момент на осуществление скажем так базовой жизнедеятельности то есть есть разные нужды поскольку украина была в тяжелом финансовом положении еще до 24 февраля как вы помните ряд высокопоставленных банкиров общественных деятелей об этом откровенно говорили о том что украина не в состоянии обслуживать долги и в 21 году они были вынуждены заплатить 160 миллионов за задержки платежей то есть они все время должны обслуживать эти долги в настоящий момент евросоюз поддерживает украинское государство то есть это минимальная сумма 18 миллиардов на то чтобы выплачивали зарплаты чиновникам учителям в больницах чтобы работала скажем так сеть транспорта и так далее то есть на самые базовые нужды но это конечно не та сумма которая необходима украине потому что вы видите что из этих двух прогнозов black rock и всемирного банка уже складывается сумма в более чем триллион и безусловно эти деньги невозможно вкладывать без уверенности в том что эти территории будут находиться под контролем американских военных и и я имею ввиду под контролем пентагона на сто процентов и наверняка потому что это основное условие для того чтобы вкладывать и развивать эти территории поскольку никто не будет вкладывать в зыбкость никто не будет вкладываться в неизвестность и в настоящий момент мы видим что ситуация продолжает оставаться очень зыбкой поскольку в россии идет ожесточенная борьба между государственниками и олигархатом которые озабочены исключительно своими узкокорыстными целями и нуждами то есть пока что государственники проигрывают они хронически проигрывают они проиграли и с херсоном они проиграли с красным лиманом они проиграли и с зерновой сделкой в одессе они проиграли из отводом войск от киева я имею ввиду конечно российских государственные интересы и до этого они вынудили виктора федоровича отказаться от своего мандата который был выдан ему украинским народом и это все было сделано исключительно под влиянием российского олигархата который борется за свои интересы к сожалению настоящий момент они до сих пор не осознали что как я сказала они являются звеньями пищевой цепочки что они уже не нужны никто не желает видеть в них посредников что трибунал в гаге это серьезная перспектива то есть они ни в коей мере не примеряют на себя платье каддафи или костюм каддафи потому что они считают конечно себя умнее они считают себя другими это очень очень даже человеческий фактор но я хотел бы вам напомнить судьбу тех предпринимателей которые поддерживали запад в борьбе против каддафи то есть они поддерживали запад в попытке свержения этого режима и в результате благодаря тому что нам были открыты и мейлы хантера байдена мы знаем о том что ливийский бизнес ходит с протянутой рукой и они надеялись через хантера добиться того чтобы разморозили хотя бы частично те сотни миллиардов хотя бы какую-то микро часть этих сотен миллиардов которые каддафи передал на хранение голдман сакс и они обещали естественно откаты хантеру но если вы верите лэптопу я лично верю я не верю главе цру бреннану который говорил что этот лэптоп не настоящий и так это та позиция то положение в котором оказались ливийские бизнесмены которые рьяно и ретиво помогали западу свергнуть каддафи надежды на то что за это им потом будет нечто причитаться то есть они зарабатывают свой социальный капитал но все вышло совсем иначе то есть в таком же положении сейчас находится и российский олигархат то есть они считают что они могут договориться они считают что они такие умные и что запад их просто пугает потому что они хотят добиться лучших условий сделки то есть они еще не поняли что их списали и отправили по крайней мере морально на свалку истории и это вы видите достаточно убедительно на примере романа абрамовича который очень много хлопотал и у которого уже начали экспроприировать активы по крайней мере это сделали уже в канаде потому что там очень сильная украинская диаспора и он больше никогда не увидит своих активов несмотря на героические усилия и старания то есть никакого социального капитала все равно не заработал и а кстати также во время этих переговоров поднимался вопрос о необходимости отторжения экспроприации российских активов российского имущества за рубежом собственности и так далее с тем чтобы частично эти средства которые необходимы украине покрыть из экспроприированного российского капитала и имущества то есть да я прихожу сейчас к заключению заключение все тоже самое дорогие друзья как сказал жазеп баррель главный дипломат евросоюза все будет решаться на поле боя и на поле боя все будет решаться в соответствии с теми указаниями которые военнослужащие будут получать от политиков а политики от правящих элиток калиток поэтому мы увидим с вами чем это все завершится пока что все выглядит очень неприглядно для россии потому что пока что все выглядит так как будто побеждает российский олигархат это то что я вам хотела сказать дорогие друзья пожалуйста не пишите мне она как это печально это не развлекательный канал это канал в котором я стараюсь делиться с вами полезной информации которая позволит вам принимать решение в своей жизни основанный не на тех иллюзиях которые создают средства массовой информации не в тех образах королевства кривых зеркал а в реальном мире и к сожалению в реальном мире все не всегда так как нам бы хотелось и так я надеюсь на вашу реакции если вам был полезен этот материал про украину и black rock пожалуйста не забывайте ставить лайки писать слова благодарности блогеру я веду этот блок не для себя для вас а также благодарю всех тех кто принимает участие в дискуссии только пожалуйста не забывайте писать первым словом откуда вы топоним потому что тогда нам проще оценить вашу информацию а иногда и просто невозможно оценить когда вы пишете у нас у нас у нас мы не знаем где у вас и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами на развитие спасибо вам большое за ваш элегантный жест и я также надеюсь что вы все примите участие в нашей дискуссии